Итак, друзья, сейчас у нас попробуем, мы найдем какой-то любой бит и сейчас у нас Артем попробует прочитать что-нибудь под этот бит. Думаю, что получится. Ну, не знаю, потому что, если что, тут же все вырезать. Да, мы все порежем, все вырежем. Мы сейчас завалим что-то с батлами. Вот это, давай, смотри. О, давай. Сейчас, сейчас, что-то подходит? Да. Все хорошо. Давай украинское. Давай. Мне 15 пацан было около, я уже дома. Нет, что, я думал потом, чтобы оно нам не было. Ну, ничего, я все это понял, я чувствовал, не думай, что я понял. Є. Мне 15 пацан было, когда я уже дома писал. Слова на бит, на резаве чув, чувак, не уже это ты сам. И с того часу мой саунд начинает краснести. Були пусті кармани, пусті зали, але не тексты. Я став тимком, я став. Хватал побой, мне набой, я в неголовной роли вистав. Я просто лишился собою. И тому такая моя доля, але я не доли, не до, як мене не дилят на доли, не до, не після, не доли. В том еще ло, як никто я, для твердолобих не вето. Мы без Симона билбордах, як на мотузках пояти. И ця вся гра затягнулась у мене на шиї. Але я знову скрысаю и выступаю наживо. Ты красавчик, чей классный рэп. Круто делаешь. Если говорить об украинском рэпе, кто сейчас самый крутой? Это Леп, я говорю, а это Лоик. Все у него есть, все черепашки, все ниндзя, как у Монатик. Ты будешь меня слушаться во всем. Если он подлый человек, я не буду слушать его музыку. Это был КВН. Знаешь, победил Ярмак. Другую дверь. А, вот Артем. Здорово. Слушай, мы... Саня, надень, пожалуйста, петлю. Сразу. Мы сразу... Знаешь, думал... Я думал взять сразу киевский торт, не знаю, цветы. Но ты начал говорить, что я тебе подкалываю. Типа, что подкупить хочу. Поэтому я лучше угостил тебя в ресторане, если ты не против. Так будет по-честному. Кидай в карман пока. Как доехал вообще? Нормально, хорошо. Стих писал. Стих для чего? Для кого? Просто. Прочтешь? Может быть, надо пару строк доделать. Хорошо. Ну все, погнали тогда. Так ладно, а так вернемся. Украинский Майтлант. Ты привозил свою школу. Ребята, которые учатся в рэп-школе Лоик. Да, да. Ну не так, нет. Рэп-школы Ньюэй. Первая школа, рэп-школа в Украине. А, и вы уже вылетели? Да, но мы дошли очень далеко. Я очень рад этому, потому что мы всего полгода работаем. Поэтому то, что нас поддержало СТБ, таланты, большое спасибо им за это. Мы дошли до полуфинала, были в прямых эфирах. Ну да. Ну, со СТБ у тебя хорошие отношения, в общем, остальное. Да. У меня со всеми хорошими людьми хорошие отношения. А с плохими плохие. Вот так. Ты прям как готовил эту фразу, чё? Я никогда ничего не готовлю. Слушай, ну мы... Ну как это? Ты же к баттлам готовишься? Чего не? Даже иду. Нет, тут фристайл. Меня спрашивают, подходят, говорят, а это вы так на ходу, да, вот так считаете? Я говорю, нет, мы готовимся, вот разбираем оппонента. А, да, 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 да. Слушай, ну в Киеве было время, ты даже жил в Киеве, да? Да, конечно. Рассказал, как ты снимала квартиру, даже работал сценаристом. Потом ты решил вернуться в Полтанск. Ну какая причина? Почему ты решил уехать из столицы? Здесь же вся жизнь протекает. Ну, потому что я жил на Борщаге. Там долго не выживают люди. Ну слушай, это что, ты имеешь в виду, что ты сдался, что ли? Нет, на самом деле я просто подумал, я решил не совмещать ничего больше. Я совмещал несколько работ, это ты просто о легальной знаешь. Ну что ты делал? Это же хасл. Ну это понятно. Я шучу. Я совмещал работу сценариста и рэп, рэпера, вот свою работу. И потом я понял, что нельзя делать что-то одновременно. И выбрал рэп, поставил все. Я не привязан к городу. Конечно, было бы лучше жить в Киеве, но пока у меня семья, поэтому в Киеве... Я все, все, что у меня есть, пускаю в свое же дело. То есть ты решил все поставить на рэп и на своего сына, соответственно? Да, потому что все, что я сейчас вкладываю, опять-таки в рэп. А здесь надо еще и существовать, жить. В Киеве больше берет. А так я только на рэп и на шкаф. Все же это уже знают. Ну да, шкаф. Что за история со шкафом? Ты на выигранные деньги с Баттла купил шкаф? Нет. Какая там история? Я просто не в курсе. Меня спросили, когда было интервью, что ты, если выиграешь, что ты купишь? Куда ты деньги вложишь? Я сказал, это такой мини-панчик такой был. Панчлайн. Куплю шкаф, чтобы там кости своих соперников, которые проиграли, мне хранить. Ну а у нас люди, они же понимают все буквально, они еще не готовы к панчлайнам. Да, я так сказал. Так шкаф ты купил в итоге или нет? Нет, еще нет. Окей, ну то есть просто в Киеве жить оказалось тебе дорого. Ну не так, что да. Да, ну если бы жить, я бы смог бы жить и нормально себе существовать. Но я очень много уходит денег на качественные биты, запись, на все вот это, что я делаю. Поэтому я переехал. У меня тем более была квартира, которую надо было делать. Я же выиграл деньги, купил квартиру. Выиграл деньги на «Украинский талант» и купил квартиру? Мечтал же сделать студию, но так она и осталась у меня просто купленная. И вообще там ничего не было до дерьма. Квартира? Да, и я решил все-таки доделать и уже там быть в такой нашей базе. Когда будешь в Полтаве, приезжай. Я думаю, до того времени шкаф будет. Сто процентов, чувак. Ну то есть уже квартира у тебя есть, все нормально? Конечно. Я вообще... Сын твой... Растет, все у него есть, все черепашки, все ниндзи. Как у Монатика. Сколько лет он будет? Сколько мало вам? Три. Вот будет три. Четырнадцатого. Когда он пойдет в школу рэпа? Да он уже в школе. У него нету... Я не знаю, у него если я иду на работу, он знает, что это рэп читать. Я думаю, это уже не нормально. Хотя может и нормально. Может все поменяется до того времени, когда он вырастет. Ну ближайшее время, ты будешь жить в Полтаве, а ты не планируешь возвращаться в Киев нам и так далее? Пока не планирую, потому что меня все устраивает. У меня там своя база, я все пишу, записываю. Я сюда могу приехать, вот, сняться здесь, клип снять, если что, выступить, кого-то разнести и уехать. Потому что там мне... Я люблю Полтаву, реально. Как бы она меня не любила, я люблю Полтаву. У тебя там со всеми хорошие отношения. Мэр знает? Да, да. Сейчас вот, например, у нас был отрительный концерт, и мы помоем мальчику. Это он, я думаю, надеюсь, поможет. Мэр поучаствует? Да. То есть даст денег тебе, что ли? Ну посмотрим. Вот посмотрим как раз, да. Слушай, но хотел бы много вопросов накопилось, поэтому приглашаю проехаться в одно красивое место. Чем-то символически оно с тобой связано. Вот мы туда приедем, а я тебе расскажу почему. Погнали? Все, поехали, вы с нами? Вообще, ты знаешь, мы вот встретили тебя. Это как вообще вся эта история с этим последним батлом легендарным напоминает мне, ну, как это, как меня пишут в комментариях, дуть на минималках. Вот тоже, знаешь, как мне напоминает это противостояние побережий на минималках. То есть, типа, вест-кост, ист-кост. Кстати, ты в курсе вообще этого противостояния? Конечно. Ну, ты как, ты... Конечно, я же, я же преподаю это в школе. А, прямо у вас есть история рэпа? Конечно. Расскажи нашим зрителям в двух словах историю противостояния западного и восточного побережья в США. Видишь, как ты на экзамене практически. Ну, это понимаете, тут, если кто нас смотрит, разная аудитория, да? Это было противостояние, которое, я думаю, и сейчас оно есть, просто не такое острое, как было раньше. Вот был вест-кост, да? Почему увы, да, был увы, да? Ист-кост, и... Вест-это, соответственно, Лос-Анджелес, ист-это Нью-Йорк. Все правильно, все правильно. И вот вест-кост, кто был основным лицом вест-коста, все прекрасно знают, то больше, чаще всех это показывает, кого все это пошло. Кто? Тупак. Тупак Шакок. А вот королем Нью-Йорка был кто? Нотариус Би-Ай-Джи. Да, а хочешь, я сейчас дам тебе такой вопрос, и, быть может, ты не ответишь. Давай. А вот, когда в 96-м умер Тупак, после него, в скорое время, умер Би-Ай-Джи, и пустое кресло короля осталось в Нью-Йорке. Кто за него боролся, и кто в результате побит. Я, кстати, не знаю, кто, доктор Дре мужский? Нет, ну, доктор Дре, это же вест-кост, по большей части. Хотя он очень многих продюсировал. И вот есть такой, да, рэпер очень потрясающий. Почему я это все начал? Потому что я был такой рэпер Настинас, да, и есть. Да, Настинас. То есть он занял это место? А, против него был Джей-Зи. А-а-а. Был там еще один, но это так уже. Вот это два человека, которые боролись за этот трон. И они написали дисс друг на друга. Но никто никого не убил, слава богу. Да, да. И в украинском рэпе, слава богу, что никто никого не убил. Слава богу, но мы были рядом с этим. Слушай, Артем, во всех интервью, и все, кто тебя, кстати, диссят, да, диссят, это значит, подкалывают, да? Ну, по-разному. По-простому объяснить. Все сравнивают тебя с Эминемом во всех этих, что вот ты читаешь, как Эминем, и Галат, да, на этом построил вообще свой раунд в батле против тебя. Ты как вообще, нормально к этому относишься? Я очень хорошо, очень положительно отношусь. Потому что... Сравнением с Эминемом? Ну, с великими сравнивают, это очень хорошо. Причем, ну как, это сравнение, это было на талантах, у меня не было своей музыки, поэтому я выступил. И я на первом альбоме, да, я очень сильно отталкивался от этого. Хотя, слушай... От музыки Эминема? Да. От его подачи, от его манеры. Угу. Ну, а сейчас уже все дальше и дальше. Дальше от Эминема. Мы тебя подкалывать не будем, просто... Просто послушаем музыку, да, классно. А кто сейчас самый крутой в рэпе мировом? Для меня? Да. Кендрик Ламар. Кендрик Ламар. А в русском рэпе? Ну, можешь назвать несколько, не одного, да, для тебя. Два моих любимых рэпера на сегодняшнее время, это Lockdog и Oxymiron. Lockdog и Oxymiron. Это два таких, я думаю, что они вот самые сильные. Угу. А если говорить об украинском рэпе, кто сейчас самый крутой? Я. Сколько стоит занятия, кстати, в школе рэпа твоей? 200 гривен в месяц. Угу. Нормально. Да. И сколько сейчас занимаются детей? Ну, и не то, чтобы посчитать, сколько ты зарабатываешь. 20 детей. Они приходят, уходят или это вот постоянно 20 ребят, которые с тобой? Это те, что уже остались. Это постоянные. А есть какие-то экзамены у вас? Ну, что, не знаю, нужно прочесть трек, написать трек или как? Нет, у нас я полностью, я вообще, если честно, очень сильно в это вник. В это все, в образование. Я даже читал на AdCamp есть такие, можно сказать, собрания учителей, преподавателей, где показывают мастер-классы, читают лекции, свои инноваторские какие-то исследования, делятся опытом, преподаватели, учителя. Вот меня пригласили, я был на AdCamp и рассказывал про свои методы какие-то. Вот у меня основной метод превратить все в игру. И у нас, например, есть класс, вот класс, который мы знаем очень хорошо. Очень детально. Мы знаем, что где стоит. Там у нас пианино стоит, там телевизор, у нас такой класс, хороший. Там у нас какая-то картина висит. И вот мы все, что мы запоминаем, от, начиналось все с неизвестных слов. Например, дети не знали, я что-то употребил в речи, кто такой хиромант. Например. Они посмеялись и не знали, что это. Я им объяснил, да, ну, к примеру, мы как объяснил, мы заходим в Google, мы ищем сами. Если надо, я добавляю. То есть это тот, кто читает судьбы, да, по рукам людей. Мы смотрим в класс. Смотрим у нас плакат певицы Раисы Кириченко. Она держит вот так руку. И мы прячем слово хиромант ей в руку. Оно спрятано там. Вот я прятал сначала слова. У нас просто напичкан весь класс словами. Потом я начал прятать не только слова, а имена и личности. У нас сейчас в классе ходит Шекспир. Мы его представляем. Он ходит возле доски. Почему он ходит возле доски? Потому что это драматургия. Он писал пьесы для тех, кто бы, для тех людей, которые выступают. Они выступают возле доски. Возле окна стоит Лермонтов. Он повернулся спиной. Они смотрят на нас. Потому что Лермонтов еще с тем характером. Он еще такой сложный человек был. И он смотрит по окну. И вся информация про Лермонтова, все его дуэли, все его произведения самые основные. И там дети это все знают. Причем я начал цифры забрасывать. Мы забрасываем даты. Они помнят даты. Одно окно у нас в решетке. За ним Гумилев. Потому что его расстреляли. И вот все связано. И дети помнят все. Когда мы поехали на Таланты, там были в шоке. А то, что они знают Гумилева и Лермонтова. Кто-то из украинской классики. Конечно. Причем я держу на пульсе, что они проходят по школе. Я посмотрел, что они там читают. И добавляю еще свои какие-то интересные факты. Да, Симоненко у нас очень прям ценится. Я прям показал, что Симоненко можно при желании ложить просто на бит уверенно. И на Костенко. Вот то, что мне нравится. И мне еще нравится и Иоанн, и Уов. Я думаю, мало кто о нем сейчас так узнает. Как о Симоненко, к примеру. Да и раньше мы Симоненко-то знали другого чаще. Да, да. Ну, в общем, сейчас есть. Да. Ну, хорошо, что все поменялось. Да, что другая Симоненко. Хорошо, что все поменялось. Все, что сейчас происходит в стране. Ты высказывался тоже неоднозначно, хорошо ли это, плохо ли это. То, что сейчас происходит в Украине. На данный момент. А через неделю, днями люди смогут ехать без виз в Европу, например. Но при этом идет война на Востоке. Твое к этому отношение. Ты об этом говорил? Да, я очень сильно эмоционально высказывался и буду высказываться. Я не разбираюсь в этом вопросе. Я не политик. Я не могу трезво и мастерски, профессионально дать оценку всем событиям, которые сейчас происходят. Говори эмоционально, как есть. Да. А эмоционально, конечно же, я буду так же высказываться, как в песнях. Это просто, да, я могу, как обычный житель, сказать, что это беспредел, что война не заканчивается. Какое-то то, как может быть бизнес у президента там, да, с той войной, в которой мы воюем. И куча нюансов, вот тех, то, что у нас у всех наболело, и то, что у нас внутри. Но давать оценку и говорить, что что-то не так, я не могу. Если бы они читали рэп, я бы смог бы там все оценить и сделать. А так, меня, конечно, все достало. Но давайте начнем с себя и будем меняться сами. Да, банально все так. Но когда взрослеешь, ты понимаешь, что с банальностей, с всех банальностей кроется вся суть. С банальностей кроется вся суть. И как ты думаешь, когда закончится война? Я думаю, не скоро. Твой клип поэты, он был на музыкальных каналах? Нет, я думаю, и не был. Ну, может, там где-то на каких-то таких региональных. Ну, почему? Это же кайфовая песня. И клип очень качественный. Нет, клип чуть-чуть, я думаю, все-таки не дотягивает. Нет, если бы взяли, конечно... Мне он правда понравился. Ну, без шуток. Прикольный. Кроме одного момента. Мне очень нравится, как все идут, но не понравилось, когда все махали руками. А вот до этого... Это же так тяжело. Нет, даже тут не в этом дело, не в синхронности. Ну, когда они так все серьезно шли, а когда уже махали руками, было похоже, как будто они репетировали. А до этого, как будто они, честно, так вышли на такой марш и идут. Понял? Ну, у меня такое внутреннее противоречие. А так клип мне очень понравился. Ну, без шуток. Спасибо. И какой будет ближайший клип и появится ли он на телеканалах? И что должно произойти, чтобы он появился на телеканалах? Ну, я скажу так, откровенно. Я не ставлю себе первоцель туда попасть, это уже ясно. А так, я хочу, чтобы он набрал как можно больше просмотров в YouTube. Поэтому я сделаю хороший, качественный клип. И если... Я так заметил. Если это качественный продукт, то его везде поддерживают. Я имею в виду за клипы, за музыку. От клипов уже не отвертеться. Ни музыкальным сайтом, никому. Потому что он проходит. Но все равно, конечно, все, реклама решает. Клипы дорого? Да. И хорошие клипы дорого. Слушай, про хорошие клипы. У нас же съемочная группа нормальная. И у нас есть 2 камеры с собой, 3 даже. Гоу-прошки. Режиссер есть, Артем, который снимает, кстати, некоторым нашим артистам клипы. Мы можем тебе сейчас снять какой-нибудь клип? Я только за. Такой 20 секунд для начала. Ты как бы знаешь, мы... То есть вы покажете, на что вы способны? Даже не так. Мы как драгдилеры дадим 20 секунд тебе бесплатно. Попробуем. А потом тебя, да, ломаем на деньги. Дай, да, ломаем на деньги. Дай, да, ломаем на деньги. Дай, да, ломаем на деньги. Вау. Красота. Да, круто, конечно, когда никого нет. Вообще хорошо, когда никого нет. Да? Ты любишь один побыть? Да. Так, я предлагаю с тобой как самым быстрым рэпером Украины. Это же нормальное звание. Ну так оно и есть? Рэпером, да. Но не всегда там быстро, там хорошо. Ну это понятно. Пройтись вот по этому большому Олимпийскому. Ух, у меня как-то, если честно, волнение, потому что я сам футболом занимался и для меня. Ну тут сейчас будут еще там белые цвета. Слушай, ну круто, да. Ну поле потрогать можно? Да? Да, да, пошли хочешь, ладно, давай. Уже гулять, а гулять уже. Уже смотреть как-то. Да, да, ходить по нему нельзя. Что они чувствуют, когда выступают, сколько людей? Мягенькая, мокрая. Хорошая, хорошая. Я всегда срывал и хрестился. Ну ты когда? Как профессиональные футболисты бразильские, да? А, только тут если... Вот на этом поле очень хорошо играть там с Бразилией или с Англией. Мы не проиграем. Нету ворот. Вот это твое появление в Москве у Лепса. Как это все произошло? Как, он тебя нашел или... Да, он увидел мое выступление на X-Factor и на Талантах. Потом, может, еще что-то промониторил. И просто позвонил, нашел мой номер. Он может найти, если надо. Прямо Лепс тебе позвонил? Да. Ну как это было? Ты сидишь дома? Я был в метро. Ты в метро, и что, видишь звонок? И звонок... Написано Лепс? Нет, нет, там написано неизвестный номер. А, то есть за секретного номера. Да, я алло, и у меня сразу же метро сбила связь. Второй раз, алло, это Лепс, я говорю. Я говорю, а это Лоик. Мы познакомились, опять пропала связь. Я вышел на улицу, и мы тогда созвонились. И что он тебе сказал? Я диспекнул, ему очень понравилось. Пригласил в гости, и все, закрутилось. Ты был тогда в Киеве, и он пригласил в гости в Москву? Да. Ты приехал в Москву? Я приехал в Москву, мы подружились. И как-то так, сначала песню решили записать вместе, совместную. А потом уже как-то у нас все закрутилось. Слушай, но это было его решение, что он увидел твои видеозаписи? Или это у него продюсерский центр, который сказали, Григорий, вот мне кажется, вам нужно познакомиться с молодым украинским рэпером? Или это вот он сам действительно все увидел и решил так сделать? Он сам. Дело в том, что я думаю, такие люди, как он, должны держать все на пульсе. Он смотрит, он за всем следит. И я думаю, что... Просто там он курирует все. Там ему никто не может сказать. То есть Лепс рулет там. Ему никто не может, да, сказать. Он сам выбирает артистов. Их там у него немного, поэтому... Ну, значит, ты попал в Москву. И на каких условиях, если не секрет, ты решил... Ну, ты согласился работать у него. Это была какая-то ставка или какие-то там, не знаю, контракт на определенную сумму? Какие условия? Как самые обычные. 70 на 30 сначала. Я жил в центре Москвы. Мне все было прекрасно. То есть это тебе отдельно оплачивалось? Квартира? Да, я просто, да. Да. Все оплачивалось. Машина? Да, мне не надо она была. Не нужна. Потому что у меня студия была через дорогу. Окей, значит, ты договорился на 70 на 30 и остался жить в Москве. Да. Сначала я жил у него, а потом уже, да, переехал в отдельную... Где у него? Прямо у Лепса, что ли? Ну, да, я приезжал, мы писали песни, мы общались. Дома у него, что ли? Ну, в собственном доме-то, не в корте? Он говорил, вот гостевой домик, это... Мы, да, мы ночами писали тексты, у нас все было... Такие у нас были. То есть вы прям дружили? Да. Пили с ним? Дело в том, что я же не пью. Блин, как ты сдружился с Лепсом тогда? А он тогда не пил. А он не пил тогда? Круто. И он поспорил тогда, по-моему, на миллион или на сколько. То есть вы как бы на этом тоже сошлись? Да, мы сошлись, нормально все было. Потом он начал пить и вы расстались. Это прям как семейное... Слушай, семейное отношение. Это уже, наверное, все знают. Просто когда мы подписывали контракт, был поставлен такой вопрос. Ты будешь меня слушаться во всем? Я сказал, да, кроме одного. И ты, наверное, понимаешь, о чем это? Это тексты, слова. Для меня это самое важное. И он сказал, конечно, это не обсуждается. Ты мне песни пишешь. Мы этого не будем менять. А везде я буду давать советы, как старший. Но пришел момент, когда я уже закончил этот альбом. Ну, это все знают. Потом, когда мне сказали спеть песню, которую я смог... Это что было за песня? Бабусы-босса. Она вышла потом с Green Grey. И Лепс там тоже читал. А, ну да, да. То есть тебе не понравился текст этой песни? Потому что он был каким? Отдельные деньги за ротик рабочий. Да плюс бонус за анус. Ну, что-то типа путевки в Сочи. Ну, я так не общаюсь. И там был минетик, рабочий ротик, бабосы-босса. Вот все то, против чего я вообще иду. Но ты заработал там какие-то деньги? Или ты уехал ни с чем оттуда? Я там по большому счету не зарабатывал. Я не выступал. Я делал альбом. Мы выступили на новой волне в Юрмале. Показали две песни. Было пару выступлений, кстати, да. Подожди. Вот, кстати, к разговору о трушности. Да, это очень популярная тема в рэпе в любом. Ты выступал на сцене с Лепсом. Выступал с Тимати. Пока ты покупаешь себе порцию без дачи, орден сатаны только становится богаче. Чья-то мама плачет, потеряв сына, его сердце вдруг стоп от кокаина. А у Тимати как бы никто, рэперы, да, не воспринимают? Ну это они не воспринимают, наверное, в камеры. А так дружат все? И так бы они, я думаю, ничего ему не сказали. Дело в том, что Тимати это другой мир. У меня тоже, у него свой путь. Если бы мы были рождены в тех условиях и при тех возможностях, в которых был рожден Тимати, давайте не будем зарекаться, что было бы с нами. У него другое мирозрение. Он корректный, воспитанный человек, насколько я его узнал. А так, ту песню, это «Брать никотин», это текст вообще Гребенчукова, Бориса Гребенчукова, на которого я вообще, можно сказать, практически молюсь. Он приезжал в Полтаву, это был разрыв. Мне очень нравится эта музыка. И когда мне предложили эту песню петь, я еще тогда не осознавал, что это такое, «Брать никотин». И мне Гриорий Лепс не сказал, что… Ты думал-то о вреде курения, да? Да. Дело в том, что оно отчасти там есть в этом. Там есть и скрытые смыслы, но мы ударили по этому. Смыслу, я думаю, никто там глубже не копал из нас троих. Может, там Гребенчукова. Я не знал, что будет Тимати. А потом мне сказали, что… Причем ничего тут такого страшного нет. И Тимати, и Григорий Лепс не везли в Украину, согласно законам нашей страны. Ты как к этому относишься? Я считаю… Я думаю, правильно. Ну, не в том смысле. Я думаю, у каждого… У мужика… Я тут не хочу брать спрос, не беру спрос с девушек. Девочки – это такое. Я имею в виду, там, они лораки, все вот, певицы. Это девочки. А пацаны должны иметь свое мнение. И они знали, что если они туда едут, они не едут сюда. Они выбрали. Это их выбор. Ну, яйца же должны быть, поэтому… Что туда говорить? Ой, ну это же музыка, она не связана. Все, она связана. Поэтому я… Музыка, подожди, музыка вне политики? Музыка? В наше время вне политики. И никогда она не была вне политики. Никогда не будет. Потому что, ну, для меня лично. Потому что музыка, для меня певец, рэпер, он не существует отдельно. Он у меня… То есть его стихи и рэп – это как инструмент, чтобы узнать его личность. И у меня нету такого. Я не смотрю отдельно. Вот мне когда-то Земфира, по-моему, великая Земфира, сказала, что для нее отдельно есть личность и песни, музыка. Для меня такого нету. Это один человек. Если он подлый человек, я не буду слушать его музыку. Если тебе не устраивает его позиция социальная, ты тоже не будешь слушать ее? Да. Какая бы ни была крутая музыка? Нет, ну, социальная позиция – это разные вещи. Например, у Гриория Лепса позиция, наверное, не такая, как у меня позиция сейчас. Но мы все равно с ним общались, и этот вопрос опускали. Просто эта позиция так ввела всех в заблуждение, что мы уже сами не знаем, что вообще происходит. Надо отформить одно. Кто самый ужасный и коварный враг этого всему? Это мы сами. Итак, последние пару лет уже, наверное, прошли под эгидой Артем Лоек и батлы. Последние батлы твои в RepsX Battle, батл с Ярмаком. До этого, соответственно, Versus, который, кстати, во многом принесли тоже популярность немалую, да, наверное? Итак, первый батл с Хохлом. Кто кого пригласил? Тебе позвонили или ты сам как-то должна? Это еще когда я был в Москве. Там были люди знакомые. И мне предложили поучаствовать. И люди просто сошлись. Мне предложили, я согласился, не хотел сначала ехать. А потом поехал. Но так получилось, что уже договорили, чтоб я приезжал. И мы как раз тогда разорвали контракт. И это было уже просто, я ехал после, как бы. Потому что надо было доделать, просто я пообещал. Но они уже знали, что ты с Reps'ом не работаешь? Нет, еще никто не знал. То есть там это презентовало? Рэп-тусовка это как восприняло там? Ну, даже не рэп-тусовка, а батл-тусовка. Все радостно это восприняло? Да, я просто был такой белой вороной. И всем было не так это... Всем было интересно вообще узнать, кто я вообще такой, чем я дышу. Тут вот я там на Юрмале читаю с Reps'ом. Тут я вот так приехал. И кто, и как, тут талант. И у всех был непонятный какой-то... Ну, мой портрет непонятный был какой-то. И они задавали об этом вопросы. И причем, когда я закончил читать бас с хохлом, там была непередаваемая атмосфера тогда. Есть хардкор, есть понт с мизинец. Есть хохол, есть украинец. Это было что-то нереальное. Я сам это одно из таких выступлений, которое сильно поразило всех. И меня в том числе. И было это какая-то... А что это было вообще? И как-то никто не задавал вопрос. Я сразу взял и ушел. И 12 часов помню в аэропорту еще ждал самолет. Ну, окей, ты когда ехал в Галату? Один из самых популярных, да, получается, Versus Battles по просмотрам? Ты ехал в Галату, тебе звонил сам ресторатор, приглашал? Ну, мы списались, да, потом на телефоне. Он меня принял, я у него жил. Ты говорил, а, прям у него дома? Да. То есть он такой открытый парень? Да. Если негде жить, он к себе зовет? Ну, он такой... То есть мне очень понравилось то в Versus, что это вот прям улица была. Я не знаю, как сейчас. Прям по-честному все. Ну, да, ну, прям, да. Вот ты не боишься, что как-то что-то нарежут или что-то сделают. И я думаю, поэтому ресторатора все и уважают. Потому что у него, да, есть определенные друзья, с кем он дружит. Но баттл, каков он был, такой и выйдет. Ему можно доверять. Ну, вот первое, что ты сказал о том, что хотел бы баттлиться с Оксимироном, он на то время уже был, да, супер популярным. Все его там называли номер один. Ну, в тройке, да, он самых популярных, наверное, в России. Он знал об этом? Или как ты об этом говорил? Ты говорил, я хочу баттлиться. Нет, мне ресторан говорит, время, Тема, время заглянуть к нам на Versus. Давай, давай. Меня вообще приглашали еще и раньше. Смотри, начался дождь, слышишь? А, будет шум, да? Не, наоборот, это... Коль, баттлы и началось. Добавит, да, драмы нашей беседе. Так, хорошо, значит... Плачут небеса. То есть ты говоришь, я хочу с Оксимироном, он говорит... Он говорит, я узнаю. Говорит, нет, с Оксимироном точно нет, он ни с кем не хочет баттлить. Я говорю, горит опор. Я узнаю. Он не захотел. Я говорю, ну, давай, кто там есть? Он говорит, Галат. А мне, я не знаю Галата, ну, и мне, что я ему скажу? Ну, я думаю, это сложно. Делать баттл, когда нету каких-то... Эээ... Претензий. Ретензий, да. Вот цитата одна. Когда баттлил Хохла, ты реально сказал. Я амбивалентный, ты автодоксальный, ты амбициозный, я индифферентный. Мой рэп идет в массу, она эпистолярная. Твой деструктивный, летальный, латентный. Чувак, это шутка. Мне жалко твой гугл. Он каждые сутки, походу, пашет, как сука. Я Галата серьезно не воспринимал его творчество, по крайней мере. И тем более он проиграл Хохлу, а я выиграл. То есть это было... И я поехал, но я все равно считаю, что это хороший был шаг для меня. Я рад, что я поехал туда. Я считаю, что это мой лучший баттл. Который ты проиграл? Да. Кстати, в отличие от всех, которые потом, великих баттлеров, которые выходили против меня, Галат вел себя как пацан. И тот персонаж, который он показывает в камеру, не соответствует тому, который вне камеры. То есть в жизни он классный чувак? Мне показался на то время он самым, как ни странно, самым настоящим. Ну вот с Гигой, кстати, твой баттл был построен, ну половина, ну не половина, процентов 30 было построено на твоей некой неприязни к Стольному Граду, к Ярмаку. И в том, что Гига вот в этой коллаборации рэперов участвует. Это откуда все зародилось? Это неприязнь к Стольному Граду? Нет, я полностью, у меня с Гигой очень большие разногласия были всегда. Мы выступали вместе, мы всегда с ним спорили, как двигаться, что делать. И мне не нравится его путь. Путь хоть в Грибы, хоть к Потапу, я ко всем пойду, чтобы продвигать свою музыку. Он говорил так вам? Я считаю, что это не путь рэпера, да, он мне говорил это. И там даже на баттле он говорил, заберите меня туда и в Blackstar, и он с удовольствием пойдет. Это его путь, но не мой. И не путь, я считаю, сильной личности, то есть рэпера. Вместо того, чтобы чужие судьбы вершить, сначала разберись с собой, потом пиши куплеты на старших. А напоследок удачи. Кстати, Тёма, я совсем забыл сказать тебе. Занятия платные, стоят десятку, но сегодня за тебя заплатят организаторы. Раунд! Он, может быть, он уже устал в силу возраста, но когда я готовился к Гиге, я полностью разобрал и хотел высказаться по всему. И когда я построил свой раунд, я хотел не только сливки вам дать, показать вот то, что я думаю, а копнуть глубже, сказать, как это все получилось. И указать тем людям, которые не сами достигли, не сами идут и гнут свою линию. Указать свое место. Не надо кричать, что вы всего достигли сами, что вы такие вот рэперы честные. Вот как есть. Я сказал правду. Вот как все было. Как появился Ярмак. Как Ярмак потом подключил бардак. Был бы бардак без Ярмака. Не было. Был бы Ярмак без Валика. Не было бы. И людей, которые ему помогали. И был бы Гига потом, реанимировал бы он себя, если бы не прыгнул в этот автобус. Все. Я сказал так, как было. Всю правду. Но это не нравится. А нравится знаешь что? Нравится вот так. Ты красавчик, у тебя классный рэп. Круто делаешь. Нормально. Ну давай, давай выпьем. А что? А что там еще за рэперы? А потом вот ходят, они уходят и за спинами друг на друга гонят. И я знаю, что весь сольный тоже друг на Ярмака за спиной говорит плохое. Какой он несправедливый, какой он лицемер. А тут в лицо другое. Так пацаны, может быть начнем говорить все в лицо? На рэп-баттле? Лицо в лицо? Без страха? Вот так я считаю. И я бы сказал все, что я думаю. Причем так всегда делают. Если ты готовишься к батлу, к раундам, ты должен разбирать полностью на винтике то, что сделал Галат со мной. Он разбирал, он сидел. А прийти как гига на мирный батл, сделать из себя жертву, ну, это не мой путь. Но, все-таки я хотел бы сказать еще одно, что гига красавчик в том смысле, что он все-таки нашел смелость выйти туда, на рэп-сокс батл, на независимую площадку и стать лицом к лицу. Хотя он очень, ну, он, как что бы он ни говорил, ему было очень страшно. Это было видно. Слушай, ну, начался, я думаю, вы слышите, какой шум нереальный. Это какой-то прям не ливень, а ураган. Надо перемещаться куда-то, там, где потише и сухо. Хотя такая локация, можно снимать клип. Можно. Ты подождем. Какой-то серьезный. Да, да. От чувствов. Ну, конечно, от чувствов. Надо перемещаться. Итак, Артем Лоик, The Interviewer мы переместились в уютное место в центре столицы. И поговорим о батле, о котором мы говорили с Ярмаком. И там в интервью говорили, что с удовольствием, конечно, поговорим и с тобой, расскажешь свою точку зрения. Значит, я задал этот вопрос Ярмаку и то же самое повторю тебе, потому что так я на него ответа не получил до конца. Чего вы сретесь вообще? Мне это непонятно. Вот объясни, пожалуйста, в чем суть конфликта? Суть в том, что человек, который не является рэпером, который не был в этой культуре, вообще не имеет никакого отношения к культуре, делает свою музыку и пусть делает. Начинает давать советы тем, кто гнет свою линию и пхнет уже давным-давно. Ты о себе сейчас? О себе и таких, как я. Я за хайпом пришел? Это что за прикол? Мне не нужен ни завтра, ни зрителей учить меня, сука, хорош тут. Я пришел посетить тебя шопанный кол, перед тем, как уйти с рэпом нахерщикол, посетить с нами тут на дорожку. Поэтому нужно было его поставить на место и сказать все, что думаю я лично. То есть речь исключительно о творчестве получается? Да, речь о том, что Потап же не дает мне советы или всем рэперам. Не учит же он, как читать и что делать. Почему? А Ярмак тебя учил? Да, в интервью прям он давал советы, рассказывал, как, что нужно делать, ну и тому подобное. Ну а просто поговорить на эту тему с Ярмаком, чтобы... Оказывается, так нельзя. Да потому что человек совершенно разный. Он один, один он пишет сначала в инстаграме, черт, порешаем, там ты такой-сякой, а в другой он мне звонит вечерами и извиняется. И я расскажу людям все, кто ты есть и какой ты закалки внутри отдувачек. В инстаграме ты крут поливаешь дерьмом, но звонишь после и в трубку плачешь. Он говорит сначала, хорошо, не будет баттла. Потом говорит, будет баттл, только на моих условиях, диктует все условия. А потом говорит, я искренне переживаю. И искренне расстроился, что Артем не участвовал в организации, куда меня не допускали. Человек, который говорит, все вранье, что я сказал на баттле. А за три дня до баттла звонит мне и говорит, Тёма, надо подписать договор, а не разглашение всей этой информации. И хотите идти за этим человеком? Идите. Человек, который говорит, что я в первую очередь бизнесмен, и будем делить кассу 70 на 30, потому что я Ярмак, а ты еще непонятно кто, я рискую. Прям таким тоном, что ли, говорил? Нет, спокойным таким, я Ярмак, я бизнесмен, ты понимаешь, у меня свои интересы, я даю тебе этот баттл. Вот таким тоном, скорее. А потом через время, наверное, ему подсказали, он говорит, это все благотворительность, все деньги с кассы пойдут на благотворительное дело. Но когда речь заходит о благотворительности, никто не ищет, кому мы будем помогать или что будем помогать. И когда мы узнаем, так кому же деньги пойдут, мы еще не нашли. Тут случается такая ситуация с Михалычем со Стольного Града. Я говорю, давай Михалычу, круто будет, рэп-комьюнити. Что случается, у него проблемы с драйвом? Да, ну Михалыч, давай вот поможем Михалычу. Ну, там небольшая сумма нужна, я сам помогу, давай другого искать, кому нужна реально большая сумма. Хорошо, мы ищем параллельно, узнаем, баттл уже скоро, на носу вы нашли? Нет. Оказывается, они спонсора ищут еще параллельно. Ладно, я нашел. Вот так случилось, да, у меня соседка, которая переехала в Харьков, у нее проблема с ребенком. Мы узнали, сколько нужна, какая нужна сумма. 100 тысяч, около 100 тысяч и третья операция, порог сердца. Звоним Ярмака стороне. Будет такая сумма, вы согласны? Да, мы согласны, можете обещать. Мы обещаем. Заканчивается баттл. Она звонит, говорит, ну 26 тысяч. Вот перечислили, сказали, что там свои нюансы, там съемка была, все такое. Мы звоним, узнаем, как же так? Все же деньги с кассы идут в помощь. И почему вы в обход нас вообще связались с ней, перекинули деньги? Кто вы такие? Что мы должны перед вами отчитываться? Вы ничто не понимаете, это съемка, это реклама, это все. Я говорю, подождите, съемка это личное дело Саши Ярмака, который сказал, я буду этим заниматься, я мог сделать съемку бесплатно. Он захотел снимать это кино, вот это все, что было, там куча камер. Ну и в результате, что в результате? В результате сейчас вот такая ситуация. Так мы с ними и не сошлись. Я еще молчу про видео, которое перемонтировали, тоже было сколько нюансов. То есть, когда повырезали все его моменты и скинули, вот такое будет видео. Да нет, ребята, такого не будет, мы покажем все, как было. Потому что у нас есть на всякий, хорошо, что мы поставили свою камеру. Это настояла моя жена. Я говорю, да нет, это все будут видеть. Оказывается, у нас все можно резать и монтировать. Вот как все было. И как после такого можно что-то вообще решать с этим человеком? Конечно, он же потом позвонил и сказал, я еще своих хочу добавить 14 тысяч. Это просто... Ну добавил? Нет, она не взяла. А, уже не взяла. Своих личных. Слушай, ну 26 тысяч тоже деньги. Ну получается, слушай, получается, что в этой всей истории, которая началась с какого-то там фразы в интервью, тебя это зацепило, ты высказался на батле, и это вот из-за вот слова за слово, как снежный ком, вот первое слово, этот конфликт, который, который чем должен закончиться? Вот ты мне скажи. Чем он должен закончиться? Еще одним батлом? Нет, ну нет, все, там он уже закончился. Конфликт уже закончился. И хорошо, что дальше? То есть вы просто не общаетесь? Все, и мы сделали... То есть для чего нужен батл? Баттл для того, чтобы люди увидели правду, сделали свои выводы. Я считаю, что батл очень много показал, практически все. Показал батл, и кто был, и кто смотрел видео, он видел, кто честен, кто нет. То, что Ярмак упал на сцене, ты как на это отреагировал тогда, что ты подумал? И по истечению этого времени, все-таки твоя версия, что произошло? Я не знаю, что произошло, и я не берусь судить. Я знаю одно. Когда он упал раз, я думал, что там было сколько постановочного у него, цирка. Я думал, что это постановка, то есть сейчас он встанет, какой-то номер. Нет, второй раз уже ясно, его унесли. Я думаю, продолжать батл вообще было неуместно. Я сказал, батл закончен, всем до свидания. И ушел. Так уж случилось, что я никогда не меняю своего мнения. Вообще, вот если я так сказал, так и будет. И толпа, там тысяча, человек две, ничего не изменит. Как бы фагот там, не кричав, да и логик, проведите мне логика. За судей это вообще отдельный разговор. Первая мысль страшная. Что ему действительно плохо. И если сейчас продолжим этот батл, если он упадет и будет что-то жесткое, ответственность полностью будет лежать на мне. И я этого не хочу. Вторая мысль, это молниеносно было. Вторая, если это постановка. И это все, может даже не постановка, а он просто от страха решил так выйти из ситуации. Ну, все, что угодно могло быть. То я не хочу быть частью этого всего. То есть я не буду выходить. Хотя, когда я был в ремерке, ко мне 10 раз, не меньше 10 раз подходили и говорили, ты точно не выходишь? Вот ты точно отказываешься? Как вроде бы я не пойму, что они хотели. Говорю, что, ну, мужики, он упал два раза, вы его отнесли. Я не буду дальше баттлить, тем более я уже все сказал. Если я зачитаю сейчас третий раунд, а третий все услышали мой раунд, то я не знаю, что было с ним. Поэтому два момента. И по этой дороге, и по этой я не мог из-за этого баттлить. Но так как я знал, что снимает его группа, я сказал только одну сторону. Потому что, как я понял, потом там все монтировали и резали. Они могли нарезать все, что угодно. То есть когда на сцене выступал с третьим раундом Ярмак, ты был еще в помещении? Да, я еще был в помещении. Меня провоцировали там. Выйди, ты что не пацан? Это те, кто провоцировали, когда там выпили лишнего. Попровоцировали бы они меня, когда я приехал как артист. Я хотел ехать как артист. Переходите в любое время, я могу решить эти вопросы. Эти все знают, что на рэп, секс баттле я всех жду всегда. То есть там ты будешь участвовать? Нет, но я там был, когда приезжал, но никого не было. Никто меня не вызывал никуда. А тут они резко начали меня провоцировать все. Окей, про судей. Ты хотел сказать, что это отдельный разговор. Ты недоволен судейской коллегией. Это Фагот Тонак Нани Конга. Да, ну за Фагота вообще речи даже не может идти. Дело в том, что когда выбирали судей, это тоже был такой детский сад. Ну ладно. Я знаю, общались с разными людьми, с тем же Дорном, да? Насколько я слышал, общались. Да, общались. Просто кто-то не дал добро. Они хотели, чтобы... Страна Ермака хотела, чтобы были Тонак Нани Конга, Тартак. Я говорю, ребята, ну... Ермак дружит с ними, это друзья, это неправильно. С Леоном разговаривали? Да, это уже потом, но Леон отказался. Почему он, кстати, отказался? Я не знаю. Я не знаю, я с ним вообще не связывался после того. И он мне не звонил. Они только с Сашей связывались по поводу песни с моей женой. И поэтому потом я предложил, я сказал, ладно, давай так, если мы не можем найти в Украине, давай нейтральных вообще. Ресторатора позовем. Мистера Хайда со слова. Это тот человек, который вообще начинал все это движение на русском. Ну, оказалось, что ресторатора вообще не упоминали. Решили ничего не овреть. Я, конечно, думаю, что... Хотя, может, он и приехал. Мистер Хайд дал бы, я думаю, дал бы добро. Это тот, который вообще разбирается в батлах. И это люди, которым вообще плевать. Кто такой Ермак, кто Лояк. Вообще просто плевать. Они пришли бы и сказали. Нет. Надо было фагота. Хорошо, пусть будет фагот. Я понимаю, претензий купа и до одного, и до другого. Блядь, где Лояк? Я не понимаю. Надо было не до Шкаловского. Полное разочарование. Я скажу одно. Одна людина вышла и отчитала три рамки. Инша не вышла и не отчитала. Я думал, что судей у нас такие люди с яйцами, которые не могут поддаться какому-то влиянию, а выйти и сказать свое мнение. Компетентное, сильное мнение. А там один единственный вердикт был. Ясный и явный. И, конечно, большое разочарование за Фрилла. Для меня это было очень... Тём, серьезно, выходь и показывай, что ты можешь. Для меня ничего не изменит. Все люди видели. Все это было заметно. Единственное, что я переживал, чтобы они не порезали. Поэтому они раз кинули мне видео, мы возобновили еще и еще. Поэтому а так мне уже... Кто победил в батле Ермак Лояк? Знаешь, победил Ярмак своим актерским мастерством, как сказал Хованцев. Это был КВН. Причем не очень-то высокого уровня. Это была студвесна. Я делал рэп. Рэп-баттл. Что это такое рэп-баттл? Рэп-баттл, когда ты выходишь на нейтральной территории, берешь с собой свои тексты, свои панчлайны, свое оружие, свои слова и микрофон. И доказываешь, какой ты силен в этом деле. Здесь не надо прыгать, переодеваться, танцевать, вызывать друзей, чтобы они сказали, какой ты крутой, еще кого-то, друга, чтобы он читал. Поэтому тут явно, тут нету, то есть мне кажется, что это слабее всего, что он сделал. То есть он забоялся прийти на нейтральную территорию, потому что, ну вот представь, отбрось все то, что мы сейчас в клубе, и мы на рэп-сокс-баттле. И он вот такое делает, без своих друзей, без, обычно вот наша аудитория на рэп-сокс-баттле, которая вообще нейтрально там стоит, только вот мои пять человек приезжают, и его пять человек пришло. И вот ты представь, нету ни экрана, ни друзей. И голый его текст. Слушай, ну я могу сказать, я могу сказать со стороны, возможно, у меня слишком толерантная позиция, и кто сейчас скажет, блин, как это, ведущий, ведущий без яиц. Опять, все-се-се, мне нравится то, что делает Ярмак, мне нравится то, что делаешь ты, я считаю, что в нашей стране не так много толкового, и я повторю, что не пойму сути этого конфликта, я действительно считаю, что вы идете параллельными дорогами, да, там, не пересекаясь, и это круто. И каждый должен делать свое, и, наверное, это бы шло только на пользу. А перестрелок и там, в данном случае словесных, хорошо, что не по аналогии с West Coast и East Coast, не знаю, не очень мне вся эта история нравится, но, в любом случае, мы услышали твою позицию, услышали позицию Ярмака, а уже зрители, там, да, для себя, я думаю, делают выводы, кто что. Ты написал строки, о которых мы целый день сегодня говорили, что ты их написал. Я для креста начал опять писать, все, батл язык, я начал писать. А, прочтешь нам, это что такое, расскажи мне? Это я в поезде что-то написал. И пишешь в планшете? Да, сейчас, зачастую. Ты останься собой, поймай кураж, это многого стоит, когда ты наш или свой кому-то, беда с лицом. Наш для матери ты с отцом и не более, а у других просить и не смей. Будь для гопника лучший стих, пастернака, вводящий в ступор. Непонятный? Нет, недоступный. Ты останься собою, когда поймешь, что такая любовь, что такое ложь, настоящая, друг настоящий, враг. Это может одним оказаться. Брат, ты не бойся порезаться от пера, ни чернильного, ни у полы ребра. А какое острее, опаснее в ночь, ты останься собой, тогда поймешь. Ты останься собой, это будет трэш поначалу. Но ты по-живому режь. И не бойся порезаться, заживет. Набивай себе руку, а не живот. Ты останься собою. И ты останься, может, больше не скажет. И меньше станций, может, будет, где радостно мог сойти, когда был не собою. И вот это стиль, а не в том, что диктует певец с лицом, спрятанным под гримом, по двое стон. Мне не нужен твой напускной азарт. Я прошу одного у тебя, себя. Е-е-е, чагиря. Красиво. Так, я собираю, мы, мы собираем автографы наших гостей на этой удивительно джинсовой куртке. Я бы хотел, чтобы то, что написал, где ты найдешь место, выбирай или над ярмаком, или под монатиком. А можно где-то здесь, или тут надо, кто-то будет из серьезных людей. Это мы оставили для Леговинника, Оли Полякова и Лободы. Поэтому, не, шучу, выбирай любое место, абсолютно, любое место твое, какое хочешь. Что ты, автограф свой или просто напишешь? Сейчас. Вот так можно, да? Как хочешь вообще. Ты будешь ярко-зеленый. Скажи, пожалуйста, самое ценное в твоей жизни, что у тебя есть? Сын. А если бы ты себя встретил, например, как в Back to the Future попал в 2010 год, что бы ты себе сказал? От чего бы ты себя там предостерег? Ничего. Сказал бы, чувак, давай, все, ты правильно делаешь? Да, ну, а что менять? Это такой вопрос. Ну, не знаю, там, шкаф купил бы. Да, блин, да, шкаф нужно, и надо на батл вернуться. Вернуться на батл. Так много написал, но... Не, ну, мы... Не желанный текст. Ну, да, да, не, ну, раз ты можешь вообще весь бокс забить, знаешь, по-своему... Не, все, я так. Оно, если что, можно потом затереть. Это у тебя такой автограф? Да, оно, видишь, непонятно там, ну, ничего. Мы его изобразим вживую где-то, покажем. А ну, покажи, как он выглядит вживую, чтобы мы сравнили, подожди, на белом. У меня же книга как раз, я могу... А, да, кстати, ребята, это еще не все. Она такая ранняя, конечно. Вот и подарок от Лоэка. Так, что это будет? Книга, мой первый сборник стихов, он такой простенький, но уже такие первые попытки чего-то. Грядет, грядет серьезнее более. А, ну, здесь тоже тогда поставь свой автограф для наших зрителей. Да, тут будет понятно, да? А тут у меня специальный листочек, вот я специально сделал. А, для твоих автографов? Да. Серьезный ход. Да, такой, самовлюбленный. За что мы подарим эту книгу? Все, кто свидетелей Монатика, можно? Привет. Привет. За что подарим книгу эту? Сейчас подумаем. А за что можно подарить? За какое? Что надо придумать? Может быть, нужно придумать классный панчлайн? Так, для начала объясни для тех, кто не знает, что такое панчлайн, еще что такое панчлайн? Ну, слово в цель, попадание, то есть это как удар, да, в боксе есть панч, да? Вот боксер, он готовится к удару, вот этот текст идет, 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 а потом сам удар, вот это вот как раз и есть тот панч, да, панч. То есть, остроумную, может быть, не только остроумную, а вот фразу в цель, такое, две строчки пусть это будет. Про тебя? Нет, потому что сейчас там начнут меня 10 все, я не люблю тебя. Чего? Ну, а про кого? Сейчас кое-какая рать набежит. Все, все, все... Хотя там панчлайнов не будет. Так, уже новый текст пошел у меня, вы же закрыли эту тему. Я просто на позитиве хочу закончить. Так, давай про The Interviewer, про вашу передачу. Ну, вот, не хочешь про себя, чтобы не зелее, сейчас будет 10 парамет. Нет, про Анатолия Анатольевича. Вот, можно комплиментарный, можно не очень, решайте сами, решайте сами. Итак, друзья, за лучший панчлайн про The Interviewer получит сборник стихов Артема Лоика с личным автографом. Вот эту книгу мы с удовольствием вам отдадим. Ждем. Спасибо за то, что пригласили. Спасибо, хорошо. Спасибо, удачи. Артем Лоик, The Interviewer. Субтитры сделал DimaTorzok